Сказать, что у меня воздух и галатург, это даже ничего не сказать. Таблетка, просто таблетка. Живительная, оздоровительная. Потому что, когда смотришь на вас, хочется просто жить. Несмотря на то, что сейчас очень много сложностей, но ради вас хочется преодолеть все. 30 участников школы спортивного волонтера, которая проводится на базе спорткомплекса «Бориса Глебски» с 2016 года, изучали психологию общения на спортивных мероприятиях, учились оказывать первую медицинскую помощь, изучали английский и немецкие языки и даже попробовали себя в роли теле- и радиоведущих. Спасибо вам за то, что вы вот такие голодные до этих знаний, если сытые животком, но мозгами, своей энергией, энтузиазмом, восприятием в жизни, вы вот такие голодные. Потому что только человек, стремящийся и ищущий, обрящийся, говорит, да, то есть сумеет найти. Кто-то из этих 30 молодых людей на школе спортивного волонтера не впервые и уже имеет достаточный опыт работы на различных мероприятиях. Кто-то же только хочет этому научиться. Мне очень запомнились различные уроки, лекции. Особенно мне понравились уроки английского и немецкого языка вместе с Михаилом. Он очень интересно все рассказывал. Также уроки психологии, сплочение команды. Это было очень полезно и увлекательно. Если тебе завтра предложусь на каком-нибудь мероприятии спортивном и международном, знаю, что языки изучали, поработать, согласишься? И как думаешь, справишься? Конечно, соглашусь, потому что мне очень интересно это и надеюсь, что справлюсь. Буду стараться. Когда я пришла, я увидела, сколько много специалистов к нам приходит, какие они, что они все действительно горят в своей профессии и готовы поделиться ее секретами с нами. Поэтому я не пожалела, что однажды знала о школе волонтеров и пришла сюда. В этом году у нас было больше профессионалов и рассказывали они другую информацию, не ту, которую в прошлом году. То есть она не повторялась. И хоть я и второй год, мне было так же интересно, как и в первый раз. Артем на школу спортивного волонтера 2021 пришел, потому что ему очень хотелось найти новые знакомства и познать все аспекты этой добровольческой деятельности. У нас 28-32 человека. Кто-то ходит, кто-то нет, иногда пропускают. Я знал, где человек 10-12 лет назад. Мы новый коллектив. И мы сплотились уже, наверное, на протяжении первых нескольких дней. Дальше мы уже были как одно целое. И на последних действиях, на последних днях мы уже одно целое. В конце концов, это просто социальная коммуникация, это жизненный опыт. К тому же можно просто найти друзей. Нас обучают быть в Владимире. В будущем это поможет нас в будущей профессии. Ну а сегодня ребята уже завершают обучение в школе. Самые активные из них получили сертификат и волонтерскую книжку, подтверждающую их обучение. Без традиционного флешмоба на закрытии, конечно, не обошлось. Егор Кабанов, Дмитрий Крунов. Для программы «Городские вести». Спасибо. Спасибо. Спасибо.